Повод собраться для содержательного разговора — это не только предстоящие домашние матчи, но и круглая дата. Ровно 20 лет назад в Липецке родилась идея создать женский волейбольный клуб, способный соперничать с лучшими командами страны. 20 лет возраст не маленький, за это время команда успела добиться высоких результатов. Долгое время была в элите отечественного волейбола, даже участвовала в Еврокубках. Но прошлый год запомнится не очередным взлётом, а громким падением. Из-за финансовых сложностей вместо заработанного места в Суперлиге «Индезит» провёл сезон в первой лиге чемпионата ЦФО. Мы рассчитываем, что сегодняшний сезон будет какой-то определённой отправной точкой для движения вверх. Насколько оно будет быстрым, насколько будет эффективным и насколько по времени это всё сложится, сейчас, конечно, очень сложно сказать, но не раскрывая полностью своих карт клуба, хочу сказать, что мы намерены идти вперёд. Идти вперёд – это на данный момент значит выходить в высшую лигу А. Именно такая задача стоит перед командой в нынешнем сезоне. Что будет дальше, пока неизвестно. Как всегда, всё определит наличие или отсутствие финансовых средств. С заводом «Индезит» клуб сотрудничает уже на протяжении 14 лет. Сейчас предприятие находится в стадии перепродажи американской компании «Вирпул». И как сложатся отношения с новым собственником, ответить сложно. Мы стараемся общаться с теми руководителями и с теми собственниками, которые выделяли нам деньги. Мы не получили отказа от компании в плане финансирования нашего клуба на следующий год. Пока же бюджет клуба не даёт поводов переживать относительно поставленных задач в нынешнем сезоне. Выводить команду в высшую лигу А будут преимущественно воспитанницы местной спортивной школы. Из 14 заявленных игроков почти половина школьницы, но взрослеть в игровом плане приходится очень быстро. Приходится иногда даже как-то так жесткими методами ускорять этот процесс, потому что оно даже, наверное, и психология ещё немножко детская. Вот хочется где-то расслабиться, а здесь уже надо очень приличная отдача. Сами волейболистки на главного тренера не обижаются. Все хотят вырасти в больших спортсменов, а для этого нужно безоговорочно выполнять тренерские установки. Тренер требовательный, любит тех людей, которые пашут. Нельзя их нет. Дисциплина строгая, ну, в меру. Хорошая. Но можно поругать. Может и поругать, может и похвалить. Что касается спортивных результатов команды, то старт нынешнего сезона можно оценить на отлично. Шесть побед в шести матчах и первое место в турнирной таблице. В предстоящие выходные команда впервые в нынешнем сезоне сыграет на домашней площадке в спортзале ЛГТУ. Вход свободный, ну а чтобы подогреть зрительский интерес, журналисты предложили использовать практику европейских клубов. Выпустить календари с откровенными фотографиями волейболисток. Я думаю, что уже звучало, что команда молодая. Здесь, наверное, надо маме задать вопрос, да, Марго? Разрешат ли родители? Конечно, такие способы привлечения болельщиков перебор, но о выпуске сувенирной продукции руководство клуба обещало подумать. Соперникам Индезита в предстоящие выходные будет идущий на втором месте Московский луч. Начало субботнего матча в 17 часов. В воскресенье игра начнется в 13.00. Субботникам Индезитута